Добрый вечер, уважаемые телезрители! Национальная вещательная компания САХА начинает прямую трансляцию со стадиона Амма-Олимп. Говорит и показывает Амгинский УЛОС. И в скором времени у нас на этой замечательной новой арене, которая построена специально для этого праздника спорта, начнется торжественная церемония открытия седьмых спортивных игр Республики Саха-Якутия. У микрофона для вас работают Власий Сергеев и Сарглана Захарова. Добрый вечер. Мы видим, что у нас на открытии присутствуют почетные гости. Ну и, конечно же, глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ну, а в полному списку почетных гостей мы обязательно вернемся. Ну и в начале нашей трансляции давайте дадим большую информацию Сарглана об этих, собственно, играх. Первые игры были проведены еще в 1996 году в Усть-Алтанском Улусе. Они были посвящены столетию Олимпийских игр и получили неофициальное название Япутской Олимпиады. И мне кажется, это было вполне заслуженно. Да, конечно, ведь все прекрасно знают, что в программе в данных играх всегда у нас есть дисциплины, которые представлены на Олимпийских играх. Ну и, конечно, уровень накала соответствует, я думаю, в том, что вы получите в мировом сборке. Соревнования у нас уже стартовали 3-го числа. И сегодня у нас торжественная церемония открытия. Ну и если идти по истории дальше, да, вот, а первые игры, как вы сказали, были проведены в 1996 году в Усть-Алтанском Улусе. А вторые игры были проведены через 4 года в 2000 году в Хангаласском Улусе. Да, туда съехали спортсмены из 27 районов города Якутска, Якутского госуниверситета, ЕГСХ и Якутского педучилища номер 1. Соревнования тогда проходила по 16 видам спорта, 6 из которых были Олимпийские, но также провели состязания спортивных семей. Да, а уже следующие игры в 2003 году, третьи по счету, да, прошли в Тампонском Улусе. Тогда уже более 700 спортсменов из 34 Улусе, а также городов Якутска, Мангелсу, ЕГСХ, Педакадемии и Черопчинского института оспаривали медали по 15 видам спорта. Да, ну а четвертые спортивные игры народов Якутска в 2006 году, спустя 3 года, были проведены на Сунтарской земле. Приехали тогда спортсмены из 33 Улусов, выявляли сильнейших по 17 видам спорта. Идем по истории дальше. Хозяевами пятых игр в 2010 году стали Олегминцы. Тогда соревнования проходили по 15 видам спорта и медали оспаривали около 800 человек. Да, ну шестые игры, прошлые игры, пять лет назад состоялись в Намском Улусе. Приняло в них участие рекордное количество, более двух тысяч спортсменов. Ну и самый вот долгожданный старт, да, в Амгинском Улусе. Красавица Амга принимает седьмые по счету игры, в которых принимает участие около трех тысяч спортсменов. И они соревнуются в 16 видах спорта. Да, получается то, что уже побит рекорд прошлых игр и установлен новый. Порядка трех тысяч спортсменов будет бороться за медали, за места на пьедесталах. Да, впечатляющие цифры и впечатляющие также у нас цифры и касаются вот именно церемония открытия. Ведь мы знаем то, что в этом красочном действии у нас примут участие более двух тысяч людей. Вы просто представьте себе, какое же масштабное мероприятие откроет праздник спорта под названием Седьмые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Да, и руководит этой церемонией открытия главный режиссер и всем известный Сергей Расторгуев, который, к слову, является выходцем из Амгинского вуза гордостью района и сейчас, конечно же, директором бриллиантового цирка Якутия. Ну и видите, какая потрясающая панорама, какая картинка. У нас стадион Амма-Алимп рассчитан на три тысячи зрительских мест. Да, стадион построили еще в прошлом году на три тысячи посадочных мест. К нему еще есть пристрой теплый легкоатлетический манеж и многофункциональный спортивный зал. Они их ввели еще в сентябре прошлого года. Также напомню, что игры должны были пройти еще в 2018 году, но из-за стихии, из-за капризов природы пришлось перенести на 2019 год. И уже в прошлом году практически на высокой степени готовности были почти все объекты спортивные. Это спортивный зал с манежем для мини-футбола в селе Чапчелган, двухэтажное здание школы на 220 мест. Ну и спортивный зал для адаптивных видов спорта и школа в селе Бетюнь, где в эти дни проходят все состязания. Во всем надо искать плюсы. Действительно, у спортсменов и у организаторов стало больше времени для подготовки. И, конечно же, сегодня Амгинский Улус полностью готов на 100% принять столь масштабные соревнования. Ну и спортсмены, конечно, у них появился лишний год, еще один год, чтобы позаботиться об уровне подготовки. И уже с первых дней, а именно с 3-го числа у нас соревнования идут на очень впечатляющем уровне. Да, если говорить о первом соревновательном дне, он начался еще вчера, 3-го июля. Открыли его с самого утра. Это первые соревнования прошли по мини-футболу в спортивном комплексе «Дружба». И первая же встреча между одним из фаворитов игр, усилданской командой, прошла вместе с командой из Оленекского Улуса. И сразу же сенсация. Фавориты, к сожалению, очень обидно проиграли, но сегодня уже смогли оправдать все ожидания и вышли из группы на первом месте. Да, у нас есть информация по некоторым видам спорта. Мы ее будем порционно выдавать в эфир. К мини-футболу мы обязательно еще вернемся. Ну и давайте продолжим говорить об этой замечательной арене. О стадионе «Амма-Алим». Сегодня здесь прошел первый соревновательный день по легкой атлетике. И были выявлены у нас уже победители по нескольким дистанциям. Но я хочу сказать другое. Победители, да, вот в забеге. Например, вот на 5000 среди женщин Сардана Трофимова, наша именитая бегунья. После завершения первого соревновательного дня очень лестно отозвалась об этой арене, именно о беговой дорожке. Да, вот интервью нашим коллегам она сказала, что покрытие вот именно в беговой дорожке, она просто замечательная. Она не слишком твердая, но и не слишком мягкая. Как говорит именитая бегунья Сардана Трофимова, она просто замечательная. А вот Артур Бурцев, который стал победителем в забеге на 10 тысяч метров среди мужчин, представитель Усть-Алданского Улуса, который работает в Санкт-Петербурге тренером, он сказал, что даже, в принципе, у них нету столь хороших дорожек. Ну что ж, ну и видим то, что у нас красочное мероприятие, которое у нас пройдет до вечера, вовсю у нас продолжается. Итак, да, какой же стадион в Лассе вам напоминает Амма-Олимп по масштабам и по качеству? Знаете, вот что первое в золо приходит, мне эта арена напоминает стадион Юность, столичный стадион Юность, прекрасный газон, беговая дорожка и вместительная трибуна. Ну и, конечно же, тут, в отличие от старичной юности, да, какой потрясающий фон. Потрясающий вид выходит сразу на башни, которые видны у нас на той стороне дороги, трассы. Как всем известно, Амга, она популярна во всей республике пашнями, пшеницей, ну и, конечно же, прекрасными пейзажами. Итак, ну мы видим детей сейчас на экране, а я хочу сказать, что больше 300 детей было привлечено на церемонию открытия. И в основном это все также ученики разных школ Амгинского, УЛУСа занимались, готовились к открытию очень и очень долго, кропотно. И сейчас мы видим результаты этого труда на наших экранах. Ровно как и спортсмены, участники церемонии открытия тоже очень долго и тщательно готовились. Да, для всех это настоящий праздник, потому что игры на самом деле стали долгожданными. Еще раз отметим, что вместо положенных четырех лет ждали их пять лет, об этом было сказано еще не один раз. И сейчас мы видим, как на поле выбегают талисманы игр. Это сардана, капелька, земляника и пшеница. Любое масштабное спортивное мероприятие не может обойтись без талисманов. Ну и перед вами вот четыре замечательных персонажа. Приветствую собравшихся зрителей и вас, дорогие наши телезрители. Ну что ж, у нас... Если говорить о символах, это, конечно же, главные визитные карточки Амгинского района. Амгинская земляника всем известна. Во всех это настоящий бренд качества дикоросов. Капелька, конечно же, она символизирует чистейшую реку, реку Амга. И бурную реку, которую все любят, уважают и ценят. Ну и пшеница, я еще раз повторюсь, то, что Амга, она славится своими пашнями. И вообще зарождался Амгинский улус, как Амгинская слобода с хлебными пашнями еще в 17 веке. Ну и сардана, конечно же, это самый красивый цветок. Это символ Амгинского улуса. Он находится даже на гербе района. И украшает берега красивейшей реки Амги. Ну, не случайно, да, то, что вот такое красочное и эмоциональное описание нам дает Саргалана Захарова. Я отмечу, что Саргалан у нас является уроженкой Амгинского улуса. Я думаю, что Саргалана рада чуть больше, да, чем... Да, конечно. Ждала лично, лично просто, потому что и близкие, и знакомые, и все задействованы в этом масштабном мероприятии. На самом деле, каждый, у кого не спросишь на улице, они все, все, все хоть как-то причастны вот к этому открытию, проведению седьмых игр народов Якутии. Да, действительно, очень ожидаемое событие. И совсем скоро, уже в скором времени будет соревнованием дан старт официально. Ну, а сейчас, дорогие друзья, у нас начнется парад спортсменов. Как же без этого? Да, мы уже видим на экранах, что на арену выходят, на стадион выходят ветераны спорта. Да, прославленные ветераны спорта Якутии. Колонну, данную колонну возглавляет председатель Совета ветеранов спорта Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Гаврил Гаврилевич Сивцев. Ну, и также отметим, конечно же, действующих лиц, да. В первых рядах колонны у нас также идут народный артист, заслуженный работник культуры, почетный гражданин Республики, отличник физической культуры и спорта Советского Союза Аркадий Михайлович Алексеев. Да, ну и в первых рядах еще возглавляет колонну, ведет колонну в числе первых советский борец вольного стиля, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Советского Союза Александр Николаевич Иванов. Да, также в первых рядах у нас идет заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Афанасий Егорович Алексеев. Нам сейчас показывают, и сейчас вот на экранах мы видим, следом за ветеранами идет еще немалая колонна в голубых формах, и о них чуть поподробнее попозже, потому что это такой сюрприз для всех любителей спорта, зрителей и телезрителей. Да, действительно, очень интересное решение, принятое организаторами, то, что у нас принимают участие в этом параде. И вот как раз мы их видим, это впервые в истории в таких мероприятиях в параде принимают участие не только спортсмены, спортсмены, заслуженные люди, тренеры, судьи, но и сами болельщики. И видим название Амма Тимсю, это сообщество землячества Амгинского Улуса. Такая немногочисленная, но ровная колонна сегодня проходит у нас по стадиону Амма Алим. Да, я думаю, прекрасная возможность для любителей спорта принять участие в столь красочном событии, которое открывает наш праздник спорта под названием «Седьмые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия». Да, среди них 100 болельщиков и также еще 84 любителя скандинавской ходьбы. Да, очень интересное движение, вид физической активности, которое продолжает набирать популярность среди жителей республики во всех районах. Я вот помню в столице, в 2013 примерно году скандинавская ходьба начинала набирать популярность, ну а сегодня якутяне во всех улусах, районах нашей республики занимаются, и это движение продолжает покорять сердца наших якутян. А вот и, да, о чем мы говорим. Да, вот они как раз идут, любители скандинавской ходьбы, а я хочу отметить достоинство этого вида спорта, то, что для того, чтобы заниматься этим, нужен минимальный комплект удобной одежды и, конечно же, палки специально для скандинавской ходьбы. И этому виду спорта, этим видом спорта может заниматься человек в любом возрасте. От самого маленького возраста и есть еще такие у нас любители старше 90 лет. Ну и сейчас на арену нашего стадиона выходит судейская коллегия. В первых рядах данной колонны у нас идет почетный работник общего образования, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, судья всероссийской категории Альберт Иванович Трофимов. Да, и вместе с ним главный секретарь Игорь, отличник физической культуры и спорта Республики Сахайя Кутия Гаврил Викторович Трофимов. Ну и отметим, конечно же, и заместителей главного судей, судья первой республиканской категории Михаил Сергеевич Чугунов. Отличник образования Республики, отличник физической культуры и спорта Якутии Иван Семенович Филиппов. Главный спортивный врач по Дальневосточному федеральному округу Министерства здравоохранения Российской Федерации Акюна Николаевна Назарова. Ну и вместе тоже с ними идет отличник физической культуры и спорта Республики Сахайя Кутия, отличник молодежной политики Якутии Сергей Алексеевич Бандеров. Ну и у нас уже вступают команды, участники седьмых спортивных игр, парад данный у нас. Начинают представители Алданского района в составе 36 человек. Руководитель данной колонны, заместитель главы муниципального района Алданский район Игорь Васильевич Сахно. Ну Алдан у нас отмечается особыми спортивными достижениями не только на республиканском, но и на российском и даже международном уровнях. Там, конечно же, больше всего популярностью пользуются зимние виды спорта. Это как лыжи, сноуборд. Мы знаем, что там есть наш продвинутый центр подготовки лыжников, где занимается даже известный российский спортсмен Никита Крюков. Да, и, конечно же, Алдан традиционно силен и в командных видах спорта. Конечно же, это мини-футбол, это волейбол и баскетбол. Так, а дальше мы видим, что на арену выходит Аннабарский Улуз. Да, колонна у нас идет в составе 20 человек. И у нас руководитель данной колонны – это глава Иван Иванович Семенов. Да, хочется отметить то, что очень много в этом году приехало, не побоялось этого расстояния, больших расстояний и делегации из северных районов. И это очень отрадно заметить. Например, та же команда из Оленёкского Улуса, которая показала хорошие результаты в первый же день своего выступления по мини-футболу. Да, ну у нас уже прошла команда Аннабарского Улуса, также вот проходит нас колонна сборная команды Булунского Улуса. Да, сборная команда Булунского Улуса – одна из немногочисленных, всего три человека заявлено. Но встречают их очень и очень тепло. Да, и вот видим то, что многочисленная такая колонна идет. Это у нас команда Верхневилюйского Улуса. Колонна у нас состоит из 99 спортсменов. И руководителем данной колонны у нас является данной команды, глава Верхневилюйского Улуса Владимир Семенович Паскачин. Ну, идем дальше. За ними сейчас идет уже… Мы видим в начале парада, там заходит на арену Верхоянский район. Верхоянский район тоже один из представителей арктических районов. Тоже хочется отдать должное, что они побоялись расстояний и приехали поучаствовать в седьмых играх народов Якутии. В таком хорошем количестве, мне кажется, это 31 человек. Да, еще раз приветствуем команду Верхоянского района. Руководит данной колонной команды у нас завеститель главы Верхоянского Улуса Михаил Игнатьевич Осипов. Ну, видим то, что у всех спортсменов, да, отличное настроение. Кто-то, да, уже из числа вот тех, кто выходит на беговую дорожку стадиона «Амма-Алимп» уже являются хозяевами наград разного достоинства, так как у нас уже были разыграны несколько комплектов наград. Ну, и даже если медалей-то на руках нет, но настроение отличное. У нас сегодня дается старт празднику спорта. И нас впереди ждет очень красочная церемония открытия, зажжение огня, поднятие влага. Кульминация. И у нас выступает сейчас на стадион Вилюйский Улус. Вилюйский Улус состоит из 114 участников. Да, команда представлена именно таким количеством спортсменов. И у нас колонна идет под руководством главы Вилюйского Улуса Сергея Николаевича Минокурова. Да, эта делегация одна из самых многочисленных. Хочется отметить, больше ста человек принимают участие. Я славилась именами выдающихся личностей. И сегодня мы приветствуем спортивную гордость Илюля. Выдарки выдасты в Казахстане. Ну и приветствуют спортсменов, собравшихся... Спортсмены приветствуют собравшиеся любителей спорта. А в ответ, конечно же, отвечают и аплодисментами. Идем далее. На арену нашего стадиона вступает дружная колонна, сборная, команда горного Улуса. В составе 84 человек. Руководит делегацией глава муниципального района, горный район, Никита Викторович Андреев. Вскором времени у нас все пространство на искусственном покрытии будет заполнено участниками наших игр. И вы сможете увидеть, в каком же масштаб этих соревнований. Ну и, конечно же, у нас аншлаг на трибунах. Да, несмотря на то, что погода сегодня была довольно такой капризной, был кратковременный дождь, люди не испугались, не побоялись прийти сюда. И на трибунах, мне кажется, нет вообще свободного места. Ну, я думаю, для спортсменов-то это даже может быть лучше, потому что прохладная погода, не мешает жара. Ну, в общем, да. Да, и по прогнозу погоды вообще вот в эти дни обещают быть такой прохладненькой и комфортной для участников, которые в особенности будут принимать участие на свежем воздухе. Ну, и видим то, что жители и гости АМГИ, они пришли с пустыми руками, они также участвуют в этом красочном мероприятии. Мы видим то, что на стадион выходит делегация Кобяйского УРУСа в составе 45 человек. Да, команду ведет глава Кобяйского УРУСа Иван Иванович Левин. Все спортсмены в прекрасном настроении, конечно же, потому что впереди победы, впереди радость от побед. Да, очень насыщенная программа, которая обещает быть очень интересной. И, дорогие телезрители, пользуясь случаем, мы хотели бы всех вас призвать быть в курсе. Входа соревнований седьмых спортивных игр вместе с нами. Смотрите наши прямые трансляции на каналах НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт». Также смотрите дневники, которые у нас выходят ежедневно. Да, ну, а на стадион вступает делегация Ленского района. Она состоит из 66 человек. Да, и данная колонна идет под руководством главы Ленского района Ажумарта Жаксуковича Абельманова. Приветствуем спортсменов из Ленского района. Ну, и вот мы видим сейчас возможность... Да, оценить интерес людей, интерес жителей не только Абельского Улуса, но, насколько я знаю, приехали, прилетели сюда специально из других районов, чтобы поболеть без своих спортсменов. Ну, а на стадион выходят представители Мегина, Конголасского, Улуса, наши соседи, спортсмены в составе 188 человек. Да, одна из самых многочисленных делегаций, которая прибыла в Бангу. Ну, действительно, я думаю, меньше всех времени на путь потратили представители заречной команды. Ну, это, конечно же, не значит, что меньше всех сил потратили на то, чтобы подготовиться к этим икрам. Сборная Мегина, Конголасского, Улуса на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Как мы уже сказали, одна из самых многочисленных. Да, 188 человек. Дружной колонной представители Мегина, Конголасского, Улуса проходят перед трибунами стадиона Амма-Олимп. Родина успеха в съезде легендарного Василия Манчалова. Сейчас очень прекрасная атмосфера стоит вообще в Банге. Везде входят люди в специальных формах, куда ни глянь представители той или иной команды. Также наша дружная делегация национальной обещательной компании САХА тоже, в свою очередь, в своих формах. Тоже их можно заметить на каждых спортивных объектах. Да, здесь диктор у нас отмечает, что мегинцы по праву гордятся своими земляками, которые внесли весомый вклад в науку, культуре и искусство. А я хочу отметить, что именитый Василий Егоров, 20, который сейчас здесь тоже является почетным гостем этих игр, тоже выходят из Мегина, Конголасского, Улуса. Да, на стадион сейчас выходит делегация Мирненского района. Да, колонна идет в составе 108 спортсменов. Тоже очень большая делегация. Да, немаленькая делегация. Руководит ею председатель комитета по физической культуре и спорту муниципального района Мирненский район Любовь Михайловна Деева. И еще раз приветствуем представителей Мирненского района. Да, нам сейчас дикторы тоже отмечают, что это одна из многочисленных, одна из крупных делегаций, которая приехала на седьмые игры народов Япутии. Также преодолев немалое расстояние с городом Мирненского, поэтому нужно отдать должное. Сейчас у нас выходит на стадион Момский Улус. Немногочисленная команда, всего 24 человека, но также представители Арктики. Да, и руководит данной колонной глава муниципального образования Момский район Иван Петрович Павлов. Да, вот перед вами все 24 спортсмена, которые будут защищать цвета Момского Улуса. Если говорить о цветах, обратите внимание на форму этой делегации, которая говорит о севере. Белый-белый чистый снег. Да, очень хорошо подобранная цветовая гамма, да? Мы идем дальше. И у нас на стадион выходит делегация Намского Улуса. К слову, хочется отметить, что это самая крупная делегация, которая приехала на седьмые игры народов Якутии. 197 человек. Да, в этой делегации даже больше людей, чем у хозяйки соревнований. Да, больше, чем у Амгинского района, но я здесь хочу отметить всего на один человек. Как уроженка Амгинского района поддержу своих земляков. Но все равно, да, это уважение. 197 человек. Это внушительная делегация. Даже на Олимпиаде бывает так, что примерно такого же состава приезжают из стран. Да, и видим, как многочисленная колонна сборной команды Намского Улуса все продолжает и продолжает идти перед трибунами нашего стадиона. Ну и, разумеется, у всех прекрасное настроение. Еще раз отметим руководитель данной колонны. Это глава Намского Улуса Юрий Иношентьевич Слипсов. Идем далее, дорогие друзья. Сейчас у нас на арену выходят представители сборной команды Ньюрингринского района. Данная сборная представлена 112 спортсменами. Руководит колонной первый заместитель главы муниципального района Ньюрингринский район Андрей Анатольевич Варламов. И если ты заметил, то Южная Якутия вообще представлена очень многочисленными делегациями. Да, это действительно так. И это только радует. Ньюрингринский район также, конечно же, очень традиционно силен командных видов спорта. И, я думаю, 112 человек будут выступать практически во всех, наверное, дисциплинах, которые представлены в программе наших игр. Всех 16 дисциплинах. Хочется отметить, что помимо еще 16 дисциплин, которые будут представлены на седьмых играх Народных Якутий, еще вне программы у нас проходят два вида. Это спортинг и бильярд. Да, вне зачета идут состязания, но там не менее напряженные и яркие баталии проходят. Я более чем уверена в этом. И завтра, уже завтра начнутся соревнования, этапы соревнований по этим видам спорта. Да, идем дальше, дорогие друзья. Перед вами колонна сборной команды Ньюринского района. Ньюринский район представлен с 74-мя спортсменами. Руководит колонной глава муниципального района Ньюринский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Ну и трибуны приветствуют, как и всех остальных, членов сборной Ньюринской команды. Нам сейчас объявляют, что на стадион выходит уже следующая колонна. Это Аймеконский УЛУС, полюс холода. Да, и руководит колонной, исполняющей обязанности главы муниципального района Аймеконский УЛУС, Игорь Кетрович Водовозов. Да, в делегации в колонии 48 человек. И вот хочу отметить, что очень такая общая черта у арктических районов. Практически у всех белая форма. Мне кажется, это такой символизм. Символизм снег, чистота, лед, зима и, конечно же, это полюс холода. Да, не случайно выбраны такие цвета. Ну и у нас идет колонна Аймеконского УЛУСа. Да, которая состоит из 60 человек. Приветствует их. Возглавляет колонну, исполняющую обязанности главы муниципального района Аймеконский район, Эдуард Владимирович Кондратьев. Приветствуем команду Аймеконского УЛУСа. Ну вот и мы видим, да, как на заднем фоне у нас команды дружно проходят на искусственное покрытие, занимают свои места. И совсем скоро вот все футбольное поле стадиона будет заполнено спортсменами, которые на протяжении последующих дней будут оспаривать медали по 16 видах спорта. Да, уже сейчас можно оценить масштабы проведения седьмых игр народов Якутии. А у нас выходит делегация Аймеконского района, Аймеконского национального района, который представляет 68 человек. Да, и руководит колонной глава Александр Степанович Иванов. Мне кажется, что, несмотря на то, что тут нам отмечают, что немногочисленные коренные жители Оленька Бережницы, это немногочисленные коренные жители, но колонна довольно такая многочисленная, что 68 человек. Это немалое количество. Немалое количество, действительно. Ну и трибуны жители и гости АМГИ приветствуют спортсменов Оленьокского улуса. Ну и сейчас на арену стадиона «Амма-Олимп» выходит команда региональной общественной организации «Российский студенческий спортивный союз в республике Саха-Якутия». Колонна состоит из 59 спортсменов. Да, насколько я знаю, это впервые в истории. У нас принимают участие общественная организация, студенческая организация. Если раньше это были отдельно взятые учебные заведения, то в этом году это целое общество, которое представляют студенты из разных университетов. Да, и руководят данной колонной ректор Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Дмитрий Николаевич Платонов, а также куратор Министерства образования и науки республики, заместитель министра Владимир Иванович Тихонов. Ну и сейчас мы приветствуем сборную команду Среднеколымского УЛУСА. В составе из 39 человек руководит колонной глава муниципального района Среднеколымска Евгений Михайлович Слепцов. А впереди колонны у нас идет символ района, белый медведь, очень радостный, и, конечно же, мамонтенок, очень активный и жизнерадостный. Мне кажется, самая оригинальная колонна, которая принимает участие сегодня в параде. Да, хорошо подготовились к этому параду представители Среднеколымского УЛУСА. Как говорится, нужно выделяться. Да. В обязательном порядке. Я думаю, среднеколымские колонны Среднеколымского УЛУСА запомнят надолго. Привезди свои талисманы, да, на играх? Да, свои талисманы, которые будут оберегать именно их делегации. Будем надеяться, что будут какие-то сенсации именно из Среднеколымского УЛУСА, возможно, даже и победим рекорды. Ну а сейчас на стадион выходит делегация Сунтарского УЛУСА, тоже одна из многочисленных. В составе 123 человек. Да, и руководит колонной глава муниципального района Сунтарского УЛУСА, Анатолий Васильевич Григорьев. Да, как раз сейчас вот Виктор отмечает, что выходцем из Сунтара является Александр Иванов, серебряный призер Олимпийских игр в Монреале. Бурно встречают делегацию Сунтарского УЛУСА. Ну а сейчас перед вами выйдет колонна Таттинского УЛУСА. На этих играх Таттинский УЛУС представил 116 спортсменов. Команда возглавляет глава Таттинского района Михаил Михайлович Шоров. Приветствуем еще раз сборную команду Таттинского УЛУСА. Тоже одна из многочисленных делегаций. В составе 116 спортсменов. Вы возле своя имя Владона Аинского. Таттинцы отличаются чувством подряд. Амгинцы очень тепло встречают своих соседей. Таттинский УЛУСА является тоже заречным районом. Ну и как бы родным для нас, для амгинцев. Таттинский УЛУСА продолжает у нас заполняться поле спортсменами. Да, нам уже видно, что практически половина поля уже заполнена делегациями участников седьмых игр народов Якутии. Мы видим, что за командой Таттинского УЛУСА у нас идет дружная колонна сборная Самфонского района. Она приехала на игры в Амгинский УЛУСА в составе 54-х человек и руководит колонной глава муниципального района Самфонский район Яков Иннокентьевич Степанов. Ну и на дикторной арене у нас отмечают, что в спортивной школе Самфонского района раскрыли свои таланты многие чемпионы, которые известны как внутри республики, так и за ее пределами. Приветствуют еще раз спортсменов из Самфонского района. Ну и на стадион у нас выходит сборная команда Усть-Алтанского УЛУСА. Да, тоже одна из крупных делегаций в составе 132 человек руководит колонной глава Усть-Алтанского района Алексей Васильевич Федоров. Федотов, извините. Да, и конечно же отмечают у нас то, что наша республика гордится именем Николая Николаевича Тарского, основателя физкультурного движения в нашей республике. Мы все прекрасно знаем то, что в главной арене нашей республики присвоено имя Николая Николаевича Тарского. Конечно, мы говорим про стадион Туймада, который также у нас принимает мероприятие такого же высокого масштаба. А вообще мне хотелось бы заметить, что делегация Усть-Алтанского района в этом году будет представлена очень сильными командами. И хотелось бы отметить опять же и мини-футбол, и настольный теннис, где выступают сильнейшие фавориты игр. Да, отлично выступают спортсмены Усть-Алтанского района в этих дисциплинах, ну и других, конечно, тоже. Ну и не менее, конечно, успешно у нас и продолжают выступать спортсмены Усть-Майского улуса, который сейчас выходит на арену нашего стадиона. Данная делегация, колонна, состоит из 26 спортсменов. Руководит колонна и глава Усть-Майского улуса Александр Анатольевич Антибин. Также тепло встречают наши соседи, амгинцы, зрители, зрители церемонии открытия седьмых игр. Да, дружная колонна у нас перед трибунами проходит, еще раз отметим, спортсмены Усть-Майского. Мне опять же хочется отметить их форму. Очень красивая и красочная в стиле триколора российского флага. Такая небольшая делегация, но очень выгодно выделяется из всего парада. А сейчас выходит на стадион Усть-Янский делегация Усть-Майского улуса в составе 11 человек. Команду возглавляет председатель районного совета депутатов муниципального образования Усть-Янский улус Аполлон Николаевич Болтунов. Да, тут отметили, что активно и плодотворно работает в Усть-Янском районе детско-юношеская спортивная школа. И ее выпускники становятся победителями международных соревнований. Ну а сейчас перед вами колонна сборной команды Хангаласского улуса. Она представлена 123-мя спортсменами. Она тоже одна из крупных делегаций участников игр. Руководит ею, руководитель заместитель главы муниципального района Хангаласский улус Руслан Афанасьевич Евля. И спортсмены приветствуют зрители. Зрители, в свою очередь, конечно же, отвечают аплодисментами. Да, и хочется отметить это тоже об этом выступлении в первые шаги. Сегодня я подходил на свой теннис, в которых тоже у них есть неплохие результаты. Является Хангаласский улус является традиционным тоже лидером в этом виде спорта. Ну а сейчас выходит на стадион Чуропчинский улус. Тоже одна из самых крупных делегаций, которая приехала на игры в составе 189 человек. Колонну руководит временно исполняющий обязанности главы муниципального района Чуропчинский район Алексей Алексеевич Наговицын. Ну и, конечно же, мы не можем не отметить то, что Чуропчинский улус – это кузница спортивных талантов нашей республики. Конечно же, мы не можем никак не отметить создателя Лиркутской школы вольной борьбы Дмитрия Петровича Коркина и, конечно же, чемпиона Олимпийских игр Павла Павловича Пенегина. Чуропчинский улус на арене стадиона Амма Алимп. Ну и сейчас на беговую дорожку у нас выйдет, на следом, команда Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Отправляют сердечки представителя Чуропчинского улуса. Видим, что у всех прекрасное, просто отличное настроение. Ну, оно и оправдано, потому что первые дни Чуропчинского улуса, команда Чуропчинского улуса тоже показали прекрасный результат. Например, сегодня в волейболе мужская команда одолела одного из фаворитов представителей столицы республики. Да, пожалуй, это был центральный матч Тура. Да, сегодня прям все внимание было приковано именно к этому матчу. Ну, а сейчас выходит у нас, показывает, выходит на стадион делегация Якутской государственной сельскохозяйственной академии в составе 27 человек. Якутска руководит данной колонной кандидат экономических наук, ректор Иван Иванович Слевцов. Ну что ж, дорогие друзья, у нас выходит сборная команда Якутска в составе 213 людей. Это крупнейший город планеты, который находится на севере, и крупнейшая делегация, которая приехала на седьмые игры народа в Якутии. Руководит колонной глава городского округа города Якутийска Ассидьева Сардана Владимировна. Ну, одна из самых многочисленных, да, делегаций, приехавших в Амгу, еще раз отметим, 213 человек. Что поделаешь, столица, 213, как бы, иначе не должно было быть. Больше 200 человек приехало в защититель честь столицы республики. Чемпус свой город, милее, ле-ле-ле, а тут Амагарда, уй, ай-хар! Прекрасно, тоже не духа, в отличном настроении. Да, у нас практически заполнено все футбольное поле стадиона Амма-Алин. Ну, и нам остается поприветствовать одну команду. Угадайте, какую. Пока у нас походит делегация Якутийска, а за них уже скоро выйдет, уже буквально через пару моментов, делегация хозяйки седьмых спортивных игр народа в Якутии и делегация Амгинского униса. Да, дорогие друзья, приветствуем. Приветствуем мы команду Амгинского улуса. Да, две команды выставил Амгинский улус на правах принимающей стороны. У нас в этой делегации 159 человек. 159 человек в одной команде и 37 человек в другой. Мы с разными аэропортическими действиями складываем и получаем в общей сложности 196 человек. Впечатляющая цифра, конечно, принимающая сторона. И по традиции, конечно же, хозяйка соревнований выходит на аппарат последний. Ну, сейчас уже вот мы можем увидеть, что стадион практически полностью полон. Поле практически все полностью заполнено делегациями, участниками игр. Да, у нас заполненные трибуны и заполненное поле. Спортсмены приветствуют зрителей, зрителей бурными аплодисментами, теплом своих. Сердец приветствуют всех участников, абсолютно всех, без исключения участников со всех уголков нашей необъятной республики. Мы видим, что спортсмены Амгинского улуса надеты в красную форму. Может быть, выбор связан с земляникой и сарданой, преобладающей цвет в символах, которые представлены у нас. Женаем спортсменам языких побед уникальных рекордов! Ну и еще раз мы приветствуем хозяйку соревнований, команду Амгинского улуса! Да, ну и вот. Они сейчас уже занимают свое место на поле. Ну и сейчас мы можем в полной мере оценить все масштабы, охват по участникам седьмых спортивных игр народов Якутии. Еще раз отметим, что участие в этих играх у нас принимает порядка трех тысяч спортсменов, и они будут соседаться в 16 видах спорта на протяжении последующих дней. Да, и это сейчас, можно сказать, рекордное количество участников. Ну что ж, все команды находятся на поле. И вместе с ними мы видим талисманы среднеколымского улуса, которые продолжают поднимать нам всем настроение. Веселый мамонтенок и белый мишка. Ну и видим то, что все команды выстроены на футбольном поле. Амкинский улус. Настолько у нас многочисленная колонна, представленная из Амкин и у нас команда все еще идет к месту на футбольном поле. Ну и на ваших телеграммах главный судья о соревновании, Альтер Иванович Трохимов. О, скорбь! Ты прогресс! Ты способствующий совершенству человека, самого прекрасного творения природы. Ты устремленность! Ты уважаемость! Ну что ж, дорогие друзья, у нас в скором времени будет зажжен огонь седьмых спортивных игр. Народов республики Сахай-Кутия поднят флаг и таким образом официально будет дан старт празднику спорта. Сейчас приглашается председатель организационного комитета по подготовке и проведению наших лигр народов республики Ольга Валерьевна Валапкина. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые участники, судьи, организаторы, дорогие гости, уважаемые жители Амгинского улуса. 7 апреля 2014 года распоряжением главы республики Сахай-Кутия были приняты решения о проведении седьмых спортивных игр народов республики в селе Амга. Организационным комитетом по подготовке и проведению седьмых спортивных игр народов проведена работа по их проведению и подготовке. В финальной части принимают участие 2743 спортсмена и тренера из 34 команд. Соревнования проводятся по 16 видам спорта по двум возрастным группам. К седьмым спортивным играм народов республики построены спортивные объекты. Администрации населения Амгинского улуса провели большую работу по подготовке и проведению игр. Амга и республика готовы к проведению седьмых спортивных игр народов республики Сахай-Кутия. Рапорт сдали. Итак, рапорт сдали. Отчитались о том, что Амга и все спортивные объекты готовы к проведению соревнований седьмых спортивных игр народов Якутии. Ну а сейчас, дорогие телезрители, слово предоставляется главе республики Сахай-Кутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Да, мы видим, как он сейчас идет по стадиону. Сахам Серин Барджона. Сахай-Кутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Сахай-Кутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Сахай-Кутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Я благодарю вас всех с прекрасным, замечательным событием. Сегодня здесь, на прекрасной Амгинской земле, начинаются седьмые спортивные игры народов Якутии. Конечно же, я хочу от имени всех жителей республики поблагодарить жителей Амгинского УСА и организаторов этих соревнований, которые, несмотря на тяжелейшие испытания прошлого года, после наводнения всем миром взялись, восстановили свои жилища, восстановили свое село и, более того, подготовили прекрасный спортивный праздник для Ансенья. нашей республики. Большое вам огромное спасибо! Я сегодня ездил по деревням Амгинского УСА и видел, как они преобразились за этот год, как они похорошели, как благоустроены улицы, как появились новые скверы и, конечно же, прекрасные спортивные объекты. Этот прекрасный стадион, многофункциональный спортивный комплекс имени легендарного Сахача. Вчера открылся зал в селе Чавчалган, а сегодня мы открыли в Бетюнцах первый в республике спортивный зал для адаптивных видов спорта. Это говорит о том, что инфраструктура Амгинского УСА получила огромную поддержку и огромное сделало рывок вперед. И я уверен, что амгинцы, сплотившись вокруг этого события, будут идти вперед к новым и новым свершениям. Дорогие друзья, конечно же, спортивные игры народа в Якутии – это наши олимпийские игры. И я рад, что сегодня представители 34 команд собрались здесь и будут соревнования по 16 видам спорта. Впервые в играх будут принимать участие люди с ограниченными возможностями, 244 мужественных человека будут принимать участие. Давайте мы их тоже поблагодарим, что несмотря на свои ограничения, они вместе с нами соревнуются и доказывают, показывают всей республике мужество и стойкость наших людей. Дорогие друзья, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы не менее половины жителей нашей страны занималась физической культурой. Уверен, что у нас в республике получится. Я сегодня вижу все для того, чтобы наши люди занимались физической культурой, спортом, вели здоровый образ жизни. И вот спортсмены, которые стоят здесь – это лучший пример этому. Я желаю, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, чтобы были поставлены новые рекорды, новые достижения, которые мы будем смотреть и которыми мы все будем гордиться. Пусть соревнования выявят самых лучших, самых достойных. Пусть победит сильнейший. Дорогие товарищи, разрешите седьмые спортивные игры народов Якутии объявить открытыми. Итак, дорогие друзья, наши игры официально открыты. Ура, товарищи! И сейчас звучит гимн Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. А я бы хотела отметить, что по традиции глава Республики Айсен Николаев произнес речь на двух государственных языках, на якутском и русском. И он очень верно заметил, что впервые за историю проведения игр в этом году будут участвовать еще и люди с ограниченными возможностями здоровья. Впервые впервые в программу соревнований включены адаптивные виды спорта. Да, это действительно очень важно и это еще один интересный факт в пользу игр. Да, которые делают нас еще больше схожими с Олимпийскими играми. Да, очень верно подмечено. Ну и что же, дорогие друзья, сейчас у нас на стадионе появится флаг седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. И у нас флаг вносят знаменитые спортсмены, в том числе Андрей Федотов, просмиссер, чемпион России и мира, серебряный призер этапа Кубка мира по шашкам, представитель Ангинского Улуса. Клавдия Павлова, победитель шестых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по волейболу, также уроженка Ангинского Улуса, который на этих играх также представляет свой родной сыроем. Да, также мастер спорта международного класса, рекордсмен мира, победитель первенства Европы, серебряный призер чемпионата мира среди студентов по пулевой стрельбе Александр Петров. Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка России по стрельбе из лука, представитель города Якутска Евгения Тимофеева. А также мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка России по легкой атлетике, обладатель Кубка России из Усть-Алданского Улуса Надежда Гоголева. Ну и шестой флагоносец это Александр Парников, кандидат в мастера спорта, чемпион России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И это тоже опять же очень символично, что именно в этом году включили адаптивные виды спорта в программу игр и одним из флагоносцев является представитель этих видов спорта. Ну и сейчас наши именитые спортсмены направляются в флагштоку, чтобы поднять флаг игр, который ознаменует начало седьмых спортивных игр народов Якутии. И флаг все эти дни до церемонии закрытия будет развиваться над главной ареной Амгинского Улуса, над стадионом Амма Олимп. Ну что ж, пока флаг наших игр идет в флагштоку, давайте отметим главные цифры, связанные с нашими играми. Порядка трех тысяч спортсменов, 16 видов спорта. Вечисляющие цифры, действительно достойные Якутской Олимпиады. Да, в Амгинском Улусе ожидали приезд 15 тысяч гостей и участников. В целом, мне кажется, здесь еще больше, потому что именно в эти дни проведения еще одна ветка, по которой можно будет добраться до Амгинского Улуса, это прямые рейсы с Якутска до Амги, которые курсируют каждый день. Дорогие друзья, сейчас прозвучит гимн Амгинского Улуса. Дорогие друзья, сейчас прозвучит гимн Амгинского Улуса. Дорогие друзья, сейчас прозвучит гимн Амгинского Улуса. Субтитры создавал DimaTorzok Флаг вбуднят, он развивается на ветру над главным стадионом Ангинского района, над стадионом Амма-Алим. Город развивается рядом с флагами Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Сейчас слово имеет глава муниципального района Ангинский УЛУС Николай Архипов. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые гости, уважаемые жители Ангинского УЛУСа, уважаемые спортсмены, от имени жителей сего УЛУСа разжите вас всех поздравить с открытием седьмых спортивных игр Народов Республики Саха-Якутия. Гондю Айсен Сергеевич, гондю Галджеттар, гондю Спарсимияннар, Амма-Ал-Оқ-Тауақтаро, Айсен Сергеевич Галджеттар, гондю Спарсимиян, гондю Спарсимии, гондю Спарсимии, гондю Спарсимии, гондю Спарсимии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наполнила их новой силой Свободна, величава и горда Нас щедро красотою одарила Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас звучит знаменитая песня Вокалист на песне композитора Мелодиста из Ангинского улуса Валерия Ноева Крисома Исполняет ее молодая солистка Театра оперы и балета Екатерина Захарова Гордость и надежда Ангинского района И здесь хочу отметить, что она является Тезкой первой офферной певицы Саха Кюрегея Также уроженки Ангинского улуса Екатерины Захаровой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Игры с самого утра, кто ловчее, кто быстрее, спорят жарко детвора. И уже у балагана собирается народ, два соседских мальчугана тянут палку, чья возьмет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Быстро набран туесок Можно смело возвращаться Повяжим скорее, дружок Мы успеем искупаться Повяжим скорее, дружок Субтитры подогнал «Симон» Повяжим скорее, дружок Повяжим скорее, дружок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Повяжим скорее, дружок 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 Субтитры подогнал «Симон» Повяжим скорее, дружок Повяжим скорее, дружок Повяжим скорее, дружок Дружок Повяжим скорее, дружок Повяжим inne Повяжим Повяжим КОНЕЦ 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 Әдер саз ейді, ұпырас ұралар. Қынаттақ саналар, кәрі де біттіл. Қоғын ол кәріқсир, күз кәрі мичәрін. Долғу екедәр, анала кім болу? Бастықы тапталы мичәрдер етілдер, кестеләң ейіне, қарақтар кәпсилдер. Санабар, тулабар барыда сырда да, тапталға күстарар жолабид бүгіда. Атчего жы сердце так бешено бьется в груди? Отчего все звезды сияют, будто их только что вымыли? Почему же время остановилось? Эта тихо пришла в твою юную жизнь. Первая, самая нежная, очень хрупкая любовь. Не спугни ее, береги. Иран-кландар шоу дүрдер етілдер. Бұл еген бүгіп, бұл еген бүгіп, бұл еген бүгіп, бұл еген бүгіп, бүл еген бүгіп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звезда, упавшая на сушу Ты вдохновение исток Своей красой пленяешь душу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что за рекой в поселке Моя любовь, моя судьба живет Субтитры создавал DimaTorzok Золотая и мы видим, как по трассе, которая у нас находится на заднем фоне, проезжают настоящие комбайны, подсвеченные разными цветами Очень красивое действие Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА